Всем привет! С вами Наталья Маханёва, канал Всё Сразу. И да, сегодня, видя такой ассортимент, вы, конечно, поймёте, что мы сегодня готовим плов. Плов. Но плов, нашумевший в интернете. А именно, плов с макаронами. У нас вот такие спагетти пойдут, которые я мелко поломаю. И, кроме этого, почему у нас здесь жёлтая морковка? У нас будет ещё и секретный ингредиент. Секретный ингредиент от моей дочери с тыквой мы будем готовить. А морковка разноцветная для того, чтобы дочка не поняла, что там у нас плов с морковкой и с тыквой. Ну что, приступаем! У нас филе индейки. Измельчаем, ставим жарить. И готовим мы всё это в Казани, в котором, пока я измельчаю мясо, уже закипает масло подсолнечное. Наша помощница, конечно, с нами. Как же можно не поделиться с ней кусочком? Правильно? Надо взять лапой со стола и поесть там. В общем, измельчаем. Пока мясо шкварчит, измельчаем лук, морковь и тыкву. Наши попрошайки тоже немножко достаются. Продолжаем жарить. Морковь и тыкву я потру на крупной тёрке. Морковь, тыква. Из специй буду использовать соль, карри, перец с чёрным горошком. Чеснок тоже измельчаем, но класть будем вместе с макарошками. Вдруг не сварится, поэтому надо сделать поменьше. В нашем Казани всё это жарится, томится и парится. Ставим в сковородочку и начинаем поражаривать макарошки. Макарошек у меня 400-граммовая пачка, чтобы хватило на несколько раз покушать. Просушиваем на сухой сковороде. Если видно, часть макарон уже поджарилась. Так выглядит наша зажарка. Так выглядят наши поджаренные макароны. Выкидываем их в зажарку и доливаем кипятком. И не забываем положить чеснок. Сейчас зашкварчало. На сантиметр выше макарошков. Чуть-чуть подсолило. Накрываем крышкой, делаем огонь наполовину, на серединку. Пока наш плов с макаронами готовится, мы поджариваем немножко кунжута. Главное не пережарить. Спустя 7 минут макарошки наши почти готовы. Что примечательно, что плов с макаронами в казане получается более вкусный. Но готовится немножко дольше. Буквально на пару минут. Наш плов с макарошками с секретным ингредиентом готов. Сейчас будем дегустировать. Пикантность, конечно, придает кунжут жареный. У меня он получился немножко жидковат. Если он постоит, конечно, макароны в себя впитают. Но я так и планировала. Вариант мужа. Пикантность. 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 Пикантность.